Как рассчитываются коммунальные услуги на общедомовые нужды? Все многоквартирные дома делятся на два типа. Одни дома с общедомовыми приборами учета, вторые дома без общедомовых приборов учета. Если на вашем многоквартирном доме не стоит общедомовой прибор учета, допустим, холодный или горячий вид, или вообще нет счетчиков и по электричеству и по всем другим видам коммунальных услуг, тогда каждый собственник оплачивает по нормативу. То есть пропорционально площади своей квартиры или своего нежилого помещения. Если в доме стоят общедомовые приборы учета, тогда рассчитывается разница между индивидуальным потреблением всех квартир и общедомовым. И вот эту разницу делят пропорционально площади всех жилых помещений и вам начисляется определенная сумма за данный вид коммунального ресурса. Чем отличается ЖСК от ТСЖ и УК? В ЖК РФ статья 161 описаны три способа управления многоквартирным домом. Первый способ – это непосредственное управление. Этот способ применяется в домах, где меньше 30 квартир. Ну что такое способ непосредственного управления, это можно более подробно прочитать. То есть вы сами осуществляете ремонт и содержание своего многоквартирного дома. Второй способ управления – это управляющая организация, с которой вы заключаете договор управления и она вам за определенную сумму оказывает эти услуги по содержанию, текущему ремонту вашего многоквартирного дома. И третий способ управления – это ТСЖ, либо жилищный кооператив, либо иной специализированный потребительский кооператив. То есть там нет управляющей компании, там есть товарищество собственников жилья, ну или жилищный кооператив. Здесь тоже очень подробно, несколько статей в ЖК описывают данный способ управления. Разница здесь очевидна между всеми тремя способами. Ну непосредственное управление я не беру, таких домов у нас в России остается все меньше и меньше, у нас в городе Красноярске. А вот то, что касается управляющей организации ТСЖ, да, это два довольно часто применяемых способа управления. Чем они отличаются? Управляющая организация управляет вашим домом, да, собирает с вас денежные средства, содержит ваш дом и так далее. Товарищество собственников жилья выбирает себе, то есть в виде товарищества они организовываются, да, все собственники выбирают себе председателя, да, нанимают там бухгалтера, юристов и так далее, и тоже управляют своим домом. Здесь надо посмотреть, если дом маленький, пятиэтажный, допустим, да, четыре подъезда, стандартный дом, ну здесь о каком ТСЖ может идти речь. Чтобы накопить какой-то на ремонт какие-то деньги, вам нужно очень много времени и, собственно говоря, это не очень выгодно. Лучше, конечно, здесь, наверное, управляющую организацию, да, посмотреть все-таки. А если это у вас большой дом, да, там 11-12 подъездов, девятиэтажный, десятиэтажный, и здесь у вас и собираемость будет лучше, ну, конечно, если добросовестные будут все плательщики. И вам легче проверить, так сказать, и финансовую деятельность, и хозяйственную, то, наверное, возможно, избрать и такой способ управления. Здесь нужно смотреть очень внимательно, прежде чем избрать какой-то способ управления. Ну и все-таки товарищи-то собственников жилья во многом зависит от именно председателя, от его компетентности, от его порядочности, от его честности. У нас многие ТСЖ в городе существуют много лет и очень прекрасно существуют. Поэтому здесь выбор за вами, уважаемые собственники многоквартирных домов.